Это просто какой-то невероятный кошмар времен Второй мировой войны. Я верю, что победа за нами, за Украину. Я правда верю в Збройные силы Украины, я очень сильно верю. Видали парочку? Он говорит только по-русски, а она говорит только по-украински. Вот еще чувство стыда за то, что я в этот раз не на этой войне прячусь от нее, уезжаю от нее. Леня публично объявил несколько лет назад, что он очень серьезно заболел, и это рак. И с каждым годом все хуже. То есть любовь побеждает рак. Тебе залишилось два месяца, все, умирай, и ты сидишь, и ты чекаешь, ты можешь жить и далее. Известный российский, украинский, израильский, белорусский, все в одном флаконе. Репортер, журналист, редактор Леонид Канфер. И украинская журналистка Светлана. Светлана, ныне Канфер, поженились ровно за месяц до начала войны. Леня, мой старый друг, мы не виделись тысячу лет и, наверное, не увиделись бы. Но теперь Леня и Светлана в Берлине вместе с сотнями тысяч украинцев. Светлана, Леня, привет. Привет. Как добирались? Сколько? Три дня, да? Четверо? Четыре? Можете четыре. Я буду украинскую. Украинскую, украинскую, украинскую. Размавляем? Да, я буду украинской. Нет, у нас на самом деле история о том, как мы добрались, это еще такая лайт история. Потому что у очень многих это просто какой-то невероятный кошмар в времен Второй мировой войны. Ты военный репортер, ты человек очень и очень опытный. Ты прошел не одну войну. Поэтому, конечно, вы... Что подсказалось, если надо уезжать? Самый прикол, ты практически был одновременно, да? В ту ночь мы одночасно прокинулись и разумела, что что-то будет. Наверное, за долго, как мы уже могли спать, мы уже разумела, что что-то будет и мы не могли никак заснуть. Но, за, мабуть, за пять дней, 14-15 числа, у 16 числа, это была первая дата, когда что-то должно быть, и ты уже говорил, что что-то серьезное, что-то надо уезжать, надо уезжать. Да, давай готовься, собирай вещи, подрошки, подрошки, и это меня очень удивило, налякало, я, честно, не верила до конца, возможно, мы уже сюда не вернемся. Она не верила, она вообще не верила, я говорю, мы берем все максимально, что можем взять. Буквально было там полтора-два часа, мы все собрали и уехали. Какие вещи еще остались там в квартире, мы просто внесли в машину, и при том, мы же плановали спокийно вранці 24-го поехать, там 7-го ранку, 8-го ранку. И то, и то еще, под сомнением. Нет, собираемся и едем уже, и я читаю уже, мы уже выехали из-под будинка, где-то было уже по четверти, ближче до пятое, и я читаю новини, что уже в Киеве перший вибух, а мы уже как раз тут выехали. Вот первые взрывы, а мы выезжаем из Киева. Из Киева, да. Видали парочку? Он говорит только по-русски, а она говорит только по-украински. Вот я их все время слышу, да, как вы слышите, а вообще я должна объяснить, что здесь вообще происходит, что это за лавстория, почему Леня в кепке, и почему, как вы, наверное, сейчас думаете, что тоже у меня журналист, как-то он не очень хорошо говорит. Значит так, рассказываю, я это прочитала у Леонида Канфера в фейсбуке, да, старый друг, конечно, у которого подписано, естественно. И тут он пишет, женился. Да махтах, старый хрыч. И пишет, как дело было, Леня публично объявил несколько лет назад, что он очень серьезно заболел, и это рак, и это четвертая стадия, и в общем, до свидания, товарищи. Ну вот и рассказывайте теперь. Что там у вас? Слушай, скажи, вот как ты вышла замуж, я понимаю, что он маститый, я понимаю, что он знаменитый, я понимаю. Да? Ну да. Да? Так, тихо. Да, да, а ты юная украинская прекрасная красотка, вышла замуж за человека, о котором все знают, что там четвертая степень рака. Надо просто советовать любовь, кохание украинское. Да, ладно тебе. Да, правда. Для чего нужна влада? Чтобы защитить граждан. Мене еще майже півтора столеття. Від зречення влади останнього російського царя до останнього радянського генсека, перш ніж на розваленах імперії з'явится шанс на свою краю. Для чего нужна незалежность? Це як повітря. Це як потреба людини дихати. Незалежність станет для одних справжнім шоком, для інших – шансом на майбутнє. У нас було 10 серій. Ми просто дружили, ми реально дружили. То есть это были там про журналістику у нас, разговоры про проект, про олигархическое ТВ, про все. Короче, там было совпадение от, понимаешь, я представляю, Магомаева до Сидиси, да? Хоть это между другой, то там хобби. Да. И даже уже потом появились там личные какие-то разговоры, да, о какой-то опыте. Вот. Ничего не было. Не было. Все случилось буквально в 9-10 серии. Ры! Дей! Субтитры подогнал «Симон» Но дело в чем. Дело в том, что я уже болел к этому моменту почти 4 года. Почти 4 года. И с каждым годом становилось все хуже. И я практически был уверен, вот практически уверен, что я сейчас доделал этот проект. Я поеду в Израиль. И где-то там лягу рядом с папой, там, например, где-то, да? Вот. Вот. У меня уже не было ничего. Я уже ничего не хотел. Ни документалки, ни денег, ни каких-то планов на будущее. Абсолютно ничего. Я это могу подтвердить. Потому что был период, когда действительно себя плохо не почувал. И важно идти в рабочий процесс, написание. Я ходить не мог. Да. Почнемо с тобой ходить. И с мовой были проблемы. Тобто было тяжело понять что-то по сценарию, або уточнить. Вот. Но у него была, он пока еще до этого не дошел. Классная команда, которая его поддерживала. Не только профессионально в плане этого проекта, но и чисто по-людски. Как хорошие друзья. Всегда поддерживали, звонили, приходили в гости. Люди, давай, не сдавайся. И с моей стороны, в принципе, у меня так же это было. Ну, я с самого начала верила в этот проект. Я приедулася не с самого начала. Вже десь полтора месяца у вас тривали зйомки. Десь так было. И тогда меня канал, ну, власне, подключил до этого проекта. Тобто ты можешь там хурувать, дивиться, на каком этапе, чи дотриматься там дедлайнів, и так далее. Ну, продакшн сам. И когда я уже там познайомилась с Льоной, я уже понимала, что хорошая людина, профессионал. Ну, это сложно не понимать. Ну, это можно понимать, точнее, даже за 10 минут. Ну, судя в этом. Суть в том, что я, понимаешь, у меня не было никаких чувств. У меня было ощущение того, что у меня, как бы, не так многое остается, да? Вот. И произошло какое-то странное чувство. В этот момент появляется решение, вот, человек… И в один момент у нас. В один момент. В один момент. Это был в один момент. Вот так вот. Причем 20 лет разница. Можете представить? Ну, я за своей стороны скажу. Багато в это не верит, я прекрасно понимаю. У меня никогда не стояло питание. Я знаю, что ты тоже не веришь. У меня никогда не стояло там питание, что ничего не может выйти, потому что… Бо… Бо есть, допустим, там, разница в веке, хвороба. Ну, нет. Вот эти два фактора для меня… Нафига? Вот зачем, да? Я, взагалі, на это не обратила внимание. Я, навіть, не задумывалась над этим, что это может быть какой-то перешкодой на шляху до стоянки. Ничего, ничего такого, ну, рак. Ну, подумали, четвертое стоя. Ну, и что, да? Ну, врачок, врачок. А что, а что ты маешь чекати, поки тебе лікарь скаже, там, тебе залишилось два месяца, все, умирай, тебе не сидит и такое чекати. Ты маешь жити далі. Я бы просто ей… А я тебе показывал, да? Я ей показывал, я ей показывал, чтобы все было по-честному, я тебе сейчас покажу, что это такое, да? А там, значит, такое, значит, МРТ, и там показано опухоли. У тебя опухоль головного мозга. Да, опухоль головного мозга. И там левая доля, значит, там, ну, практически левая доля – это была все опухоль, практически все. Я там еле-еле уже… Вот я сейчас плохо говорю, плохо говорю, но это уже не плохо, это уже хорошо, потому что все время я не знал, то есть я не мог сформулировать вообще, что я говорю, как я могу написать. Можете представить, у меня эфир каждую неделю, да? Каждую неделю у меня один час в эфире. В серии. Да, в серии, да? А я написать не могу ничего, потому что мне уже… Абсолютно. Такие приходилось переводить не только с русского на украинский, и перей… Тебя переводить. Да. Это смешно и не смешно, потому что спочатку мне было тяжело, я не понимала, что он там написал, потому что иногда было не точности, а просто не понимали для меня его стиль, потому что все-таки у него есть свой стиль. И он отличается от написания тех сценариев, которые в принципе властели для нашего украинского телебачения. У него все-таки московский… Московский, да? Я так не говорила. Я даже не буду спрашивать, кто у вас в семье главный, очевидно, да? Нет, 50 на 50. Так. И, власне, да, были трудности у меня с пониманием его текста. Спочатку я пыталась уточнивать в него, где-то выходило, где-то не выходило. Да я в принципе написать не мог ничего. Ну, были моменты, да. А потом я уже сама начала співслово его понимать, співслово написанного, співслово сказанного. Я не знаю, я уже… Ой, в общем, это долго, короче говоря. Короче, в девятой серии мы просто сходили в кафе один раз, поняли, что это интересно, да? Потом у нее был день рождения, значит, я заказал ей торт, такой, ну, креативный такой, да? Вот. Значит, вы… Что же креативное? В виде чего? В виде сердца, в виде чего? Архивное дело. Молодец. Архивное дело. Умеет признаваться девушкам в любви. Молодец. Да, да, да. Молодец. В виде архивного дела. Значит, ей подарили торт, а у нее на следующий день день рождения. А она мне говорит, что, ну, вот, типа, значит, она всегда ходит одна в театр, одна, одна, и всегда, вот, как традиция, никто, значит, вот она одна, пришла, ну, и написала мне об этом, или ее проговорила. Написала, написала. Написала, да. Да. А раз она написала о том, что она идет одна, я был уверен, что сейчас она меня пригласит в театр. Вот ты Дон Жуан. Нифига. Это было чисто… Точно она пригласила меня в театр. На команде про Евраев. Да. Ну, а тогда уже надо было ее везти в ресторан. Ну, что теперь делать? Ну, я был уже джентльмен почти. Вот. И, значит, и мы пошли в грузинский ресторан, и в этот момент, вот в этот момент, а я только начал еще как-то ходить, потому что я почти три месяца не выходил из дома. Я все время сидел, монтировал, писал, писал, монтировал, и так далее, да. И я упал. И я понимаю, что я встать не смогу, потому что у меня, я не знаю, все отрасли. Ну, ничего не получается. Это надо мне доползти до кого-то, к какой-то стене, стенку и подняться. Вот. Она говорит так, говорит, давай поднимайся. А у меня почти 90 килограммов. А тут, да, вот. Она просто взяла вот так, давай. Я вот так взялся, поднялся, а оказалось там, мама дорогая. Потом, оказалось-то, ее называли как? Света Каффу. Нет, нет. Света Каффу. Света Каффу, да. Света Каффу, да. Предупреждать надо. Предупреждать надо, да. Вот другой уже, в следующей МРТ, он был совсем другой. Он был вот такой, а стал вот такой. Вот такой. Угу. То есть, любовь побеждает рак? Наверное, я не знаю. Я не хочу говорить прям такими словами, но, наверное. Так, а как? Она говорит, так, пошли гулять. Она даже меня не спрашивает, хочу. Я не хочу. Что-то собралась, пошли гулять. Ну, пошли гулять. А что делать? Ну, уже потом, когда мы начали там жить-то разом, да. Я уже его вытягивала, случайно. Гулять. Знаете, как правильно надо выбирать женщину? Здорово хорчевание. Ой, нет. Здорово хорчевание, труба. Ну, расскажи, как правильно выбирать женщину. Ну-ка. Значит, через два дня уже, да. Я сказал так, все, перебирайся ко мне. Она тоже на сегодня квартире, да? Ну, какой смысл? Говорю, ничего. Тяжело так общаться по телефону. Ну, все, договорились. Значит, первые два чемодана, первые два чемодана привозят. Я думаю, что они такие тяжелые. Она открывает книги. Я сказала, все, хорошо. Все. Уженилась. Ну, тут вариантов не было. Вариантов не было. Вот. И мы это сделали очень быстро. прямо перед войной. Да, собрались мы поговорить о войне, а говорим о любви. Что вообще, конечно, хорошо. Вот ты, как опытный военный репортер, скажи, пожалуйста, когда это все кончится? Ну, если честно, я думаю, что это будет кончиться. То есть это будет очень-очень долго продолжаться. Потому что, скажем, та страна, в которой воюет, ну, у этих людей атрофируем чувство. Вот мы сейчас будем говорить какие-то, наверное, глупые вещи, казалось бы, да? Но чувство стыда. Леня написал мне несколько дней назад в личку. Оля, если ты в Берлине, я вот здесь буду. Если будет время, может быть, мы встретимся? Что? Конечно, да. И вот наша вся команда канала My Russian Rights, канала МЫР, мы все видим и сами участвуем в том, что здесь происходит. Мы помогаем. Здесь весь Берлин помогает беженцам с Украины. И Света и Леонид приехали на пустое место. Они действительно оставили все, я так понимаю. Кроме ТСЖК. Да. Конечно, взяли с собой свое главное журналист оружие, а именно всякую разную всемочную технику, что прекрасно. Но все, у ребят уже есть квартира, сейчас собирается мебель, покупается мебель, потому что... Соседка хорошая казала, кстати. А, это я. Обещала больше. Так живет, так живет Европа, так живет Берлин. Что вы собираетесь делать? Как вы дальше собираетесь жить? Тебе нужно лечиться, тебе нужно работать. Я понимаю, что вы еще не очень. Я просто хотела бы потом сравнить через год, через два года, что вы говорите сегодня, какие у вас планы. А через год посмотрим. Что вы думаете сейчас о том, что будет через год с вами здесь? Через год я так далеко не заглядаю. Я сейчас максимум, мне кажется, месяц, если что планы. Это месяц. Сказать сейчас глобально, что мы 100% занимаемся в Берлине, будем тут жить и все. И сейчас я, конечно же, не могу. Я планы на шалюне тоже. Так склалися обстоятельства. Сейчас мы здесь, будем пытаться выживать, как-то работать, находить работу, работать, жить. Но честно, я хочу вернуться в Украину. Потому что там мои родители, там мои родители, там мои друзья. И я верю, что победа за нами, за Украину. Я правда верю в ЗСУ. Я очень сильно верю. Наши хлопцы сильные. Я впевнена, что победа будет за нами. И это начало, конец России. Я 100% впевнена. Я, честно, хочу домой. Я очень благодарна за... Я поддерживаю вообще украинцев весь мир. Я поддерживаю Европу. Сколько я делаю усилий и так далее. Но... Дим-дим-дим. Так дивно просто. Когда ты живешь в мирный час, завжди хочется подружжевать, летать, хочется... Ой, ты садишь в себе и думаешь, классно было бы пожить там. Классно было бы там пожить, где-то час, месяц, не знаю, два. Да, классно. Были возможности, можно было. И сейчас, когда у тебя все двери открыты, ты можешь ехать в Европу, ты можешь жить в Виталии, ты можешь жить там в Соединенных Штатах, в Великобритании. Небо украинцы все ждут, все готовы помогать. А ты хочешь назад домой. Знаете, у меня какое-то ощущение? От лично у меня, хотя я понимаю, что я не виноват, да? Есть чувство стыда. Знаете, какое? Потому что я уже здесь, и мне ничего не угрожает. Ну, нам ничего не угрожает. А вот есть наши друзья. Вот прям друзья, да? Которые сейчас в окружении, в окружении, они не могут никуда выехать. Никак выехать. Просто там убьют, да? Таких случаев уже много. И у них ни питания, ни еды, ничего. И выехать невозможно. Просто невозможно. Лёнь, где твой дом? Мой дом там, где мой человек со мной. Это мой дом сейчас здесь. Но это правильный вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, когда был Лукашенко, я понял, что в моей жизни ничего не произойдет, не случится. Знаешь, чувство абсолютной уверенности, что вся моя жизнь пройдет вот у этого человека, да? И это хорошо, если это будет хотя бы так. Ты в Беларуси родился же, да? Да, в Беларуси. Я переехал, я поехал покорять Москву. У меня было 27 рублей, там, я не знал, где буду ночевать. Я ночевал первую неделю в Останкино, там. Ну, это еще та история, конечно. Нет, но Москву-то поговорил. Послушайте, я сейчас попрошу показаться Любу Камырину, которая всегда стоит с другой стороны кадра. Вы бы видели встречу сейчас Люба Камыриной с Лёней Канфиром. Вечных соперников на ТЭФе. Лучший репортер и лучший репортер. Любовь Камырина, Леонид Канфир. Я пошла следить дальше. Да, но тогда победил Лёня. В номинации репортер представлены Леонид Канфир. Там, где была война. Репортерские истории. Производитель. Телекомпания РЕН-ТВ. Простой Владимирский милиционер Владимир Виноградов, главный герой нашей истории, мы решили отправить его назад в будущее, в грозное 21 века. Ася Гойзман. Люди подземелья. Репортерские истории. Производитель. Телекомпания РЕН-ТВ. Работа шахтеров всегда была смертельно опасной. Почему адский труд для них ценнее жизни? И что заставило их снова выйти из забоя на улицы? Об этом наша история. Любовь Камырина. Русский Кембридж. Дневник наблюдений. Производитель. Продюсерская компания ИВД Продакшн. Кембриджи от каждого по способностям и каждому по велосипеду. И так, в номинации репортер награждается Леонид Канфер. Там, где была война, репортерские истории. Приз получает специальный корреспондент программы недели Великобритании РЕН-ТВ. Леонид Канфер. Света, Леня. Да. Давай, Света, первая. Скажи, почему мы все, мы здесь все. Наш профессор Милана, который сидит за кадром, тоже из Москвы. И ты наверняка помнишь Милану. Люба Камырина, я, Света. Почему мы здесь все оказались в Берлине? Почему? Я не хотела, Люба не хотела, Милана не хотела. Я так понимаю, что и у вас в планы не входили. Почему мы здесь? У нас уже никаких планов не было. Обставины так склались. И я думаю, что в будущем мы должны что-то сделать. Может, какой-то проект. В контексте той ситуации, которая сейчас в Украине. Война с Россией. Может, помощь людям, которые приезжают сюда. И едут в другие страны Европы. Но я думаю, что мы здесь все практически. Одна кухня, телевизийники. Ну, журналисты, телевизийники. Я думаю, что мы в информационную войну, грубо говоря, не можем уступить. Ну, в основном, я считаю, что журналисты, основная наша зброя – это слово. Поэтому мы должны сейчас воювать на информационном фронте. А хлопцы там, где наши збройные силы, там, где они есть. На военном фронте. Я, на самом деле, вот еще чувство стыда за то, что я в этот раз не на этой войне прячусь от нее, уезжаю от нее. Потому что я понимаю, что с моим, к сожалению, диагнозом, там, да, я не могу делать те вещи, которые я мог бы делать раньше, когда-то. Вот. И мне надо уезжать. Вот. И мне не то, чтобы стыд нам. Мне… Я впервые… Вот знаешь, как было совсем недавно, вдруг все открыли для себя сборную Украины Шевченко, да? Все как… Нифига себе, да, они там обыграли… Я уже не помню, кого… Ну, в общем, обыграли много кого, да? Они дошли до червей финала. При том, что они были особо там большие какие-то звезды, ну, так далее, да? А тут взяли вот эту украинскую армию, да? Которую там все… Ну, что это такое? Ну, о чем мы говорим вообще-то? Какие там были БТР, какие-то чего, да? Я читаю и не понимаю, как это так? Там колонна техника, которая там сто штук за одну мгновенную просто расхерачили все. И думаю, блин, какие ребята… Но там самое главное, понимаешь, что там… Вот появилось другое ощущение страны, то есть, вот этот перелом произошел. То есть, если раньше не было ощущения страны до Майдана, до Майдана. После Майдана это появилось, а потом это еще было в четырнадцатом году, да? И сейчас ребята там стали так, что они горюют. И реально смотрят, думаю, боже, так они все боевики. Вот вроде бы я не украинец, да? Я не по паспорту. Я горжусь, когда ты меня спросил сейчас, кто моя страна, честно сказать. Потому что сейчас, особенно теперь, я могу сказать Украина, Украина сто процентов. Это просто посмотреть, как простые жители маленьких сел, мест с голыми руками идут на встречи российской техники, колонии. «Украинцы, которые не спевают suggesting гимн, это их оружие». «Украинки, украинцы, Украинцы, Пусть ихлица доля. Украина мы, наши родители, как русское солнце… Мы положим за нашу свободу, им все мы, братья, даем городу. Субтитры создавал DimaTorzok Ребят, уходите с Украины. Это чужая земля. Это не наша земля. Украинцы, будьте счастливы. Спасибо вам, ребята. Горько, да? Горько, горько, горько. Слава Украине. Героям слава. А за кадром все одно.